Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 25 марта, день Феофана и святителя Григория Двоеслова. Феофан-исповедник вел праведную, удивительную жизнь. Он обладал разными дарами от Бога, целительством, прозорливостью, пострадал за веру. Святой Григорий, папа римский, прозванный за свои красноречивые беседы двоесловом или беседником, родился в Риме. С юных лет он занимался богоугодной жизнью. С детского возраста, полюбив чтение книг, он впоследствии стал главным ученым и ритором. В этот день, рано утром, крестьяне выходили на улицу встречать весну. Для этого разбрасывали семена, чтобы привлечь перелетных птиц, ибо весна приходила вместе с ними. В этот день поили лошадей водой, которую долгое время настаивали на каком-либо серебряном предмете, например, серебряной ложке. Верили, что это поможет уберечь их от болезни и порчи. Тем более, что лошади главный помощник в сельском хозяйстве. Накануне пахотных работ. Народи поговаривали, феофан прогоняет туман. Приметы. Если снег на муравейнике тает с северной стороны, то лето будет долгим, теплым и наоборот коротким и прохладным. На деревьях виден иней, июнь будет очень дождливым. Если сегодня погода по-настоящему весенняя, летом будет много дождей. Туман поднялся вверх, жди дождя. И если опустился вниз, будет ясная погода. И если в ласточкином гнезде сегодня отыскать мелкий камешек, его можно использовать в виде оберега от зла. Девятнадцатые лунные сутки. Энергетика этих суток считается тяжелой, что выражается в склонности к легкому обращению и склонности к порочным действиям. Именно поэтому символика этих лунных суток связана с пауком и паутиной. Сегодня важно думать, прежде чем что-то предпринимать. Избавьтесь от самообмана и гордыни. Хорошо попросить прощения. Активность организма сосредоточена в области поясницы и хрестца. Можно самостоятельно размять эту область, стереть масло. Сегодня полезно посидеть у открытого огня и посмотреть на него. Огонь сжигает негатив. Питание должно быть обычным. Злоупотреблять специями не следует. Двигательная активность нормальная.